Всем привет и добро пожаловать в Let's Play The Sims Medieval. Это 11 серия, мы продолжаем. В предыдущей серии мы остановились буквально в шаге, может быть, от конца задания легенды Говорящей Лягушки. И да, я немного времени пропустила вперед, чтобы мы могли выполнить наши задания, дневные ответственности, обязанности, потому что наша успешность растет, и совсем недалеко до платины, а я хочу выполнить задание на платине, я хочу проверить, честно настроение Марии, кстати, да, она видела плохой сон, а нам нужно лечить двоих пациентов на операционном столе, уу, это интересно, и успешно собрать пиявок три раза. Но я думаю, для того, чтобы лечить, кстати, их потребуются как раз-таки пиявки, поэтому нам нужны пруды какие-нибудь. Здесь, кажется, есть пиявки, поэтому мы идем сюда, а может быть, это просто рыба. Да, здесь есть пиявки, высокая успешность, конечно же, у нас замечательное настроение, несмотря на то, что она видела кошмар, а надеюсь, что это сон больше не повторится. Мы тоже надеемся, потому что это плохо, когда и здесь есть пиявки. Пока что я больше не вижу, но ничего, найдем, если потребуется. И нам нужно подписать договор о мире и написать два новых закона, что, собственно, она сейчас и делает. Подписываем договор о мире, я имею в виду. И пишем два закона. И уравновас выполнена обязанность. И мы получили баллы опыта. А пока что мы идем с Марией собирать пиявок. Затем вернемся, наверное, в лечебницу и вылечим пациентов. И затем приступим к выполнению задания. Надеюсь, к этому моменту у нас будет платина уже. Очень надеюсь. Десять пиявок, жаба. Можем ее съесть. Не думаю. Прибрежный ил. Ил можно продать сразу же. Он никакой практической пользы не несет один символион. Ну и тоже деньги. Кстати, у нас есть слабый целебный бальзам откуда-то. И нам нужно еще одно место найти для сбора пиявок. Потому что нужно три раза собрать их, кажется. Поэтому ищем. Здесь есть где-то большой... О, здесь есть. Отлично. И вот эти голубоватые пузырьки. Это место, где есть рыба. Где можно поймать рыбу. Поэтому если нам понравится еда, мы можем бесплатно найти ее здесь. Да. И Рейна, как только мы закончим с... Мы закончили. Отлично. Поэтому мы отправляемся прямо сейчас. В принципе, мы можем потребовать услуги еду. Прежде чем идти куда-либо. Слуга здесь. Ура. В предыдущей серии он где-то был. Может быть, на рынке. Для нас. Что хорошо. Конечно же. И да, нам нужно пойти в лечебницу и отдать Марии кости тех несчастных, которые погибли. Пытаясь поцеловать жабу, которую мы спасаем. Собственно, которого. Которого. Именно которого. Кстати, пиявки можно собрать неуспешно. Упасть в воду, например. Конечно, нет. О, я имею ввиду... Можно провалить это дело. И еще 10 пиявок. У нас 30 пиявок. Теперь должно хватить, наверное, на лечение этих персонажей. У нас, кстати, были пиявки вроде бы. По крайней мере. Это мы продаем. Не требуется так же. 4 семиллиона. А где наши пиявки? О, у нас 56 пиявок. Более чем достаточно. Поэтому мы идем в лечебницу прямо сейчас. И надеюсь, здесь есть кого лечить. И Рейной, мы также идем в лечебницу. Мы поели. Да, кажется, мы не поели еще. Поэтому мы ждем. Мы едим. Затем идем в лечебницу. Надеюсь, здесь есть кого лечить. Здесь нет больных персонажей, которым нужно лечение. И нет раненых. Грустно. Очень грустно. У нас, кстати, есть мудлет из-за нахождения на природе положительный. Может, нужно кого-нибудь осмотреть? Назначить лечение? Нет. Оказать первую помощь? Нет. Лекарь осмотреть. Не уходи. С ним всё в порядке, я уверена. Роули узнаёт свой диагноз, это инфекция, поэтому, может быть, мы его полечим. Да, ура. О, вот здесь есть другой персонаж, которого нужно лечить. Вон. Окей. Инфекция не так страшна, возможно. И не требуется лечения. Это выглядит как средство пыток, на самом деле, лично для меня. И я не помню, видели мы это или нет, но здесь индикатор пиявок, сколько у вас их есть. И здесь индикатор состояния персонажа Бала Крови. И он должен быть на золотой линии и не ниже обязательно для успешности лечения и кровопускания. Наложить много пиявок, потому что далековато пока что золотого пояска, если так можно назвать. Да, прямо на лицо. И ещё нужны пиявки. Несколько. Надеюсь, что не будет слишком много. Это одна или две, может быть. И... И ещё... Одну, может быть, достаточно будет. Я надеюсь, по крайней мере. Отлечения слишком долго длится уже. Нам нужно двоих вылечить. У-у-у. Ещё одну. Можем, в принципе, вылечить прямо сейчас, поэтому после этого даём ему лекарства. Скорее всего, это израсходуется наш бальзам или травы какие-нибудь из них. Мне интересно, что это. Спирт? Пациент вылечен. Мы получили баллы опыта. Есть ли кто-нибудь ещё, кого нужно лечить? Надеюсь, что есть. Им лучше прийти. Да, здесь есть ещё один персонаж. Пивовар. Это многое объясняет, может быть. Тошнота? Нет? Похмелье? О, здесь меньше пиявок требуется, поэтому сразу накладываем несколько, и этого будет достаточно, я надеюсь. Если ниже этой золотой отметки опустится, то лечение будет невозможно провести. Он придётся заново начинать всё, поэтому аккуратнее. Отлично. Дать лекарства. Рейна идёт сюда. Или сразу можно отдать Марии. Или нельзя отдать Марии. Пока ещё нет. Пациент вылечен, обязанности выполнены. Поэтому всё хорошо. Мария больше ничем занята, поэтому мы передаём Косте того, кто пытался поцеловать лягушку. И успешность почти у платины. Так что это имело смысл выполнять этих заданий. Мы процветаем. Какая прелесть, кучка загадочных костей. Только лекарь мог такое сказать. Измельчив их, я смогу выяснить причину смерти. Положу себе в ботинки несколько костей, чтобы измельчить их во время ходьбы. Теперь вопрос. Стоит мне поторопиться или нет? Конечно, стоит. Я могу измельчить Косте прямо сейчас, прямо в своих ботинках. Для этого можно прямо сейчас отправиться на прогулку, либо продолжить заниматься своими делами. У нас нет дел больше. Часов через шесть порошок будет готов измельчить Косте, отправившись на прогулку, либо дать Костям часов шесть. Нет, поэтому мы отправляемся на прогулку, а Рейна может идти домой, в принципе. И нам нужно идти на пристань прямо сейчас. Что может быть лучше прогулки в ботинках на полных костей? Действительно. Даже если там пыль или песок, это неприятно уже. А когда Косте и... Разве это не больно? Косте замечательно перемалывается, и песок в ботинках тоже делает свое дело. Когда я вернусь в лабораторию, нам же нужно в лабораторию идти. Серьезно? У-у-у. От Костей останется один порошок. Быстро. Быстро. Поэтому все правильно. Если бы у нас были обязанности, конечно, еще... Очевидно, я бы выбрала заниматься делами. А Кости превратились в порошок, пахнет пыреем. Очень интересно, нужно покопаться в архиве. Покопаемся, только для начала нам требуется еда, чтобы это было успешнее. Лососевая уха. Я хочу лососевое жаркое. Это очень вкусно, поверьте мне. Или просто запеченного лосося. Это тоже вкусно. Следует Костный порошок. Надеюсь, что будет быстро. Я хочу знать результаты исследования. Ух ты! Все указывает на то, что в коже жабы содержится смертельный яд. Естественно. Здесь такой токсин. Ба-ба-ба. Так, жаба, ядовитая лягушка. Костного порошка хватит, чтобы приготовить порцию противоядия. И тогда кто-нибудь сможет присылать жабу. В таком случае мы отправляемся за стол и готовим противоядие искусственного ядовитого порошка. Немного похож стол на стол мага, но... Мне показалось, она сказала «Take it». И мы создали... Готовы. Эффективность проверена примерно 97%. 3% это смерть, наверное. Скоро Рейна получит его. И мы идем к Рейне и отдаем противоядие от яда жабы. И пока мы идем, мы ускоримся немного. Я думаю, развязка близка. Поэтому, может быть, мы начнем новое задание. Убедите кого-нибудь принять это и поцеловать жабу. Возможно, этот герой останется живым. Вероятно, думаю, стоит найти кого-нибудь, кого-то постарше. Мария подходит. И нас в платье на... Ура! Нам нужно попросить селян поцеловать жабу. Например, пастырь Ерни. Здравствуйте. Вы примете противоядие? Потеря друга. Кого мы потеряли? Это не так важно, на самом деле. Никто не хочет противоядие. Неизвестное принимать, конечно же. И, вероятно, умереть. Знаете, я лучше в яму прыгну. И, вероятно, умрете. Вы примете противоядие и поцелуете жабу? Она королева, она может приказать, в принципе. Но мы спрашиваем. Мы же гуманные. Правильно? Можно спросить Марию, кстати? Не думаю. Хотя, может быть. А, ни за что. Лягушки такие страшные. И длинными... С длинными липкими языками. Действительно. Нет, мы не можем ее спросить. Спросим. Ее. Нашего охранника. Похоже. По крайней мере, было на охраннику, но это пряха. Хорошо. Она украла форму у охранника. Дизайн этой формы. Я не спешу расставаться с жизнью. Почему бы вам не сделать это? Действительно. Похоже, это должен сделать кто-то из нас. Либо хирург Мари, либо я, кстати, пока. Отлично. Может, стоит попытаться уговорить ее рискнуть. В конце концов, это ее противоядие. Мы можем попросить. Снова слуга где-то ходит. А поэтому мы готовим еду для начала. Суп из дичи. И у нас есть выбор снова. Кто должен принять это противоядие с эффективностью 97%. Всегда это указывается. Как напоминание. И взяв на себя риск оставшихся 3% поцеловать жабу. Я приму противоядие, поцелую жабу. Я умею убеждать. И хирург Мари приказывать мы тоже умеем. По крайней мере, должны бы. Возьмет риск на себя. В принципе, сразу могу сказать, что это ни к чему не приведет. И нам придется все равно принять наше противоядие, которое нам дали. И поэтому мы принимаем его, собственно. Я возьму... В конце концов, она королева. А я возьму только это зелье с собой в лес. И приму его, прежде чем посылать жабу, что может быть не так. Положимся на удачу, действительно. И, собственно, нам нужно теперь идти в лес. И принимать нам ничего не нужно, я так думаю. Да. Нет никаких взаимодействий с этим противоядием. Тот, кто собирается целовать жабу, должен взять с собой это противоядие. Есть вероятность, что оно поможет от смертельного яда жабы, воздействующего на нервную систему. У-у-у. Паралич. У-у-у. Страшно. И мы даже не поели. Ну, ладно. По крайней мере, мы закончили фактически это задание, поэтому это не важно. И мы целуем жабу в лесу. Романтично. Я знаю. Надеюсь, это сработает. У меня внутри все дрожит нетерпение. Это противоядие. Оно тоже действует на нервную систему. И, похоже, мы повысили в свой уровень. Я все еще слышу всхлипывание жабы вон там, в гроте. Преимущество четвертого уровня. Доступен боевой стиль. Глухая защита. Больший уровень боевого мастерства. Что хорошо. Нужно сначала найти и поцеловать листик... Пожевать листик мяты. Целоваться так целоваться. Ничего не получается. Рейна осторожно берет жабу на руки. Картина из Sims 3, кстати. И вытирает слезки с зеленой щеки. Рейна нежно целует зеленые губы жабы. По верхушкам деревьев проносится порыв ветря. Классика. Вспыхивает волшебный свет. И когда Рейна... Напоминает мне сейчас чистое описание красавицы и чудовища. Я просто говорю. Вспыхивает волшебный свет. Когда Рейна открывает глаза. Поведит, что целует не лягушку, а прекрасную короля. Ооо, как это мило. Благодарю вас, леди Рейна. Я снова я. Я вас не оплату на долгу. Жаба, когда вы покинете лес, сходите на осмотр. Хирург Мария вам поможет. Надеемся. Нам нужно будет осмотреть, наверное, его. Марии нужно будет осмотреть его. Скорее всего, да. Поэтому Рейна возвращается домой. Я надеюсь, никто не съел нашу еду, пока мы были в лесу. И занимались интересным делом. Да, никто ее не съел, поэтому мы это съедаем. Пока не поздно. И отправляемся в постель. Потому что, собственно, задание закончено. От нас больше ничего не требуется. Мы друзья, кстати, с королем жабой. Нет? 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 Не думаю. Просто знакомые, скорее всего. Отлично. Мне кажется, даже мы его не знаем совершенно. Ну, ладно. И Мария отправляется в лечебницу, потому что нам требуется осмотреть жабу, которая уже здесь, кстати. Поэтому мы отправляемся, осматриваем его. Теперь-то точно с ним все в порядке, поэтому... Дело улажено. Король жаба – достойный человек. Я... И нам не о чем беспокоиться. Хорошая шутка. Ква-ква. Задание завершено на уровне платина. Ура. И, кстати, я прочитала, что чем лучше завершено задание, тем больше... Тем лучше результаты будут выполнения. Так что... Все хорошо. Итак, жаба наслаждается своей восстановленной человеческой формой. Леди Рейна – Великая. У-у-у. Нас уже так называют. У-у-у. Остается в живых, а хирург Мария делает это возможным. Симонт ликует. Ура. И я думаю, что пора бы разместить новое здание какое-нибудь. У нас есть таверна, у нас есть рынок. Кстати, что у нас показательный для начала? И вот эти незаполненные, кстати, клеточки – это максимальный уровень благополучия или безопасности, или культуры, который может быть. Поэтому у нас близко к максимуму культуры просвещения. Безопасность и благополучие не слишком. И размещение задания добавляет максимального уровня этого показателя. То есть, если, например, сейчас размещу кузню, то... Кузницу. Кузню. Да. То здесь будет еще плюс три клетки. И здесь плюс одна. Все. Я вспомнила. У нас доступна беседка смотрящего. Это не очень интересно. Шпионский корпус, конечно, было бы здорово разместить. Очень даже здорово. Мельница. 30 БК. Можем, в принципе, пройти какое-нибудь задание, связанное с благополучием. К тому же, это всего лишь увеличивает эту шкалу. Поэтому я хочу разместить шпионский корпус. Нам нужны шпионы. В самом укромном уголке восточного крыла замка расположено неприметное учреждение. Ну, конечно, неприметное. Оно очень неприметное. Очень-очень. Это сарказм. Это шпионский двор, в котором обсуждаются самые темные стороны политических миров. Разместить здание. И очень неприметное, конечно же. Конечно же, нам нужен герой теперь. Поэтому я удаляюсь в кассу, создаю своего шпиона. И я снова здесь. И это шпион этого королевства. И его имя Малькольм Хайт. Его черты характера дружелюбный. Конечно, он должен быть дружелюбным, чтобы располагать к себе. Любит приключения. Куда же без этого. И жестокий. Как-никак нам придется не очень хорошими способами взаимодействовать с людьми. Правильно? Поэтому его одежда. Кстати, я пыталась сделать что-то вроде... Не слишком похожего. Может быть, его на шпиона. Все-таки нужна конспирация какая-то. Его одежда, в принципе, мне кажется, мы все это уже видели раньше в других категориях. То есть для других героев. А, например, это, кажется, было у рыцаря. Как, в принципе, и вот это. Так что я не буду это показывать. Так выглядит его одежда. Да, я немного кастомизировала это все в голубом... В голубых тонах, потому что... Это отсылка к охране. Мне кажется, у охранников нечто похожее на этот синий цвет на их одежде. И так выглядит шпион. Ура, у нас есть шпион. И я закончу эту серию здесь. Это хорошее место, чтобы остановиться. И пока с вами прощаюсь. Мы увидимся в следующей серии, которая будет очень скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.